На Кубани сейчас реализуется больше 200 крупных проектов с участием частного капитала. Создать в Крае крепкий фундамент для инвестирования позволила в том числе и Олимпиада. Об этом говорили на встрече губернатор Александр Ткачев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Крае Игорь Якимчик. Участвуя в сочинском мегапроекте, кубанские бизнесмены сотрудничали с представителями известных мировых компаний. И теперь важно применить этот опыт работы в регионе. За последние пять лет привлекли более трех триллионов рублей инвестиций. И, конечно, многих подкупает вопросы нормального, прогрессивного законодательства. Эти льготы, преференции, которые существуют сегодня. Вопросы безопасности, и, конечно, хорошая инженерная инфраструктура. Но, тем не менее, мы должны эти темпы ни в коем случае не сворачивать, а идти вперед. Потому что здесь работают десятки тысяч менеджеров новой волны, современных людей, которые не ждут никаких чудес, а сами засущие рукава идут в бизнес, создают рабочие места для других. И, в общем-то, это будущее нашей экономики. В этом не сомневаюсь. Готовы сегодня работать дальше по реализации намеченных программ, которые есть сегодня у бизнеса. Это и в области основного, можно сказать, приоритета, конечно, и развития сельского хозяйства, в том числе и перерабатывающей промышленности, конечно же, курортно-санаторный комплекс. И мы сегодня отрабатываем совместно с командой вашей мероприятия по постолимпийскому наследию. Объекты в Сочи, как выразился Александр Ткачев, строились с коммерческим прицелом. А значит, необходимо дальше развивать в курорт современной инфраструктурой и мощным туристическим потенциалом в деловой и курортной сфере. Администрация края готова к сотрудничеству с бизнесом. Ведь в Олимпийской столице для инвесторов сегодня созданы лучшие условия.